В посольстве России в Молдове при поддержке Российского центра науки и культуры состоялось награждение призеров и победителей международных предметных олимпиад Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Посол России в Молдове Фарид Мухамедшин подчеркнул важность успехов победителей международных гуманитарных олимпиад Высшей школы экономики из Молдовы, как вклада в укрепление российско-молдавского сотрудничества. Поздравляю вас с сегодняшними, нынешними успехами, но и будущими. Хотел бы сказать, что это очень важно не только для вас, не только для ваших родителей, не только для ваших преподавателей, где вы обучаетесь, но очень важно для нас, для России, Молдовы. Вы становитесь проводниками укрепления наших отношений в разных сферах, в торгово-экономическом, гуманитарном. По словам главы российской дипмиссии, за последние 2-3 года, благодаря олимпиадам, организованным Высшей школой экономики, около 140 молодых людей из Молдовы обучаются в престижном вузе Москвы. У нас есть небольшая надежда, что в ближайшее время в республике Молдова будет хорошие рабочие места, приличная зарплата для молодежи и, скорее всего, интересная работа. И мне хочется верить, чтобы к этому сроку, когда экономика республики будет на хорошем уровне, были бы и специалисты, их в один день не подготовить. Поэтому мне хотелось бы, чтобы молодежь, которая в России, в Румынии, не важно, где они обучаются, получив хорошее образование, возвращались бы для того, чтобы развивать свою страну, свою республику, свою экономику. Очень люблю людей неординарных, людей, которые ставят перед собой необычные цели, а очень высокие планку поднимают, высокие планы, высокие мечты. Я думаю, вот то, что вы сегодня сидите здесь, что вы обладатели этих дипломов, вы лауреаты Олимпиады, очень серьезного учебного заведения, говорит о том, что вот довольствоваться малым, видимо, это не про вас. Директор по развитию сотрудничества со странами СНГ и Балтии Высшей школы экономики Татьяна Четвертина отметила высокий уровень подготовки молдавских школьников. Межкультурные связи, они начинаются на стадии, кстати говоря, проведения Олимпиад, когда дети общаются и пишут одни и те же задания, которые обсуждают эти задания, когда дети представлены не только, допустим, даже в одной стране, они могут представителям быть разной национальности и разного места проживания. И это когда дети начинают общаться, дети, проживающие в столице, дети, проживающие в регионах или там в отдаленных, доселенных пунктах любой страны. Молдавская земля всегда растит очень талантливые ребята. Я знаю, что представители лицея имени Пушкина учатся в Высшей школе экономики, достойно учатся. И если вы будете делать свой срез, то вы увидите, что наши ребята оправдывают те дипломы и те Олимпиады, те результаты, которые они получили в результате тестирования. В Олимпиадах Высшей школы экономики приняли участие школьники старших классов. Некоторые из них удостоены призовых мест сразу в нескольких конкурсах. Высшую пробу получили шесть молдавских лицеистов. Первую степень в гуманитарной Олимпиаде получили 16 школьников, вторую – 30, а третью – 50. Среди лауреатов – представители всех регионов Молдовы. Благодаря участию в этих Олимпиадах я смог стать участником многопрофильной школы при Высшей школе экономики в Москве. И я считаю эту возможность прекрасной, потому что она сделала меня частью, хоть чуть-чуть, но частью большой вышкинской семьи. И спасибо Вам за все, за Ваши мероприятия и за Ваши Олимпиады. Победа в Олимпиадах гарантирует поступление на бюджетное отделение факультета, который выберет абитуриент на основе результатов по тем или иным предметам.